МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Областная акция с берем портфель першокласснику протягивается. Черговые комплекты до нового научного года уручили приемные семьи Барсуковых за городка Золотый Рог Ветковского района. С подарунками до их завитали помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко и наместник старшини Аблвы Конкамоу Владимир Прывалов. У доме приемное хвалявание. Госпады не завершая опошнее приготовление до встречи гостей. У Чакани знаходятся и маленькие Артеми Рома. Родные браты на выховании семьи Барсуковых уже 4 года. Все лета особливая подея. Артем станет першоклассником, а вот Рома свой первый школьный звонок почует только про сгод. А лета как отрымалася, что визит представников у Лады супаузьяху шостым днем народжения. И таму атмосфера у доме удвоя святочная. Подарунками дети засталися задоволенные. Тут и школьные приналежности, и спортивные прилады, и головный атрибут дня народжения – торт. Гости пожадали детям здоровья и поспехов, а яны в свою чергу пообязали слухаться своих батьков и досягать добрых выников в учебе. Конечно, приятно, что этих детей не забывают, не забывают нас. Очень надо много усилий, труда, чтобы дети вышли хорошими. Надеемся, что они будут очень хорошие. Очередной раз, не то что задача, это крик души. Надо приехать, надо увидеть малышей, поздравить их, пожелать им доброе наставление. Они еще по-детски наивно понимают, но они очень восприимчивы и долго поймут тех людей, которые им дарят подарки. Особенно, когда ты идешь в первый класс, и в будущем буквально скоро совсем линейка на следующей неделе, и они услышат первый звонок своей жизни для того, чтобы получать образование. В рамках областной добраченной акции школьные портфели с усими приналежностями отримают дети сошмодетных, приемных, а так само неполных и маломоемных семьях региона. Сегодня в Гомеле урочисто открыли реконструированный детячий язь-лисад номер 45 в Новобелецком районе. Другого вересня установят шинец своей двери для 80-ти выхованцев. Месты продоставлены одразу в четырех взрослых группах. Тому садок примет не только новичков, а и тех, кто протягивает дошкольную эдукацию. С подробностями Яугения Кухаронак. Будинок номер 8 по улице Международной, ведомый горожанам. В 1962 году тут открыли детячий сад. Миновало 45 годов и в связи с погаршением демографической ситуации установа оказалась незапотребованной и ее передали в подначале суседней поликлиницы. Сучасное забудование Новобелецкого района, тут сегодня одразу три новые микрорайоны, примусило улады переглядить приоритеты и реконструировать будинок снова под выховавчую установу. В этом году мы уже буквально пару месяцев назад ввели детский сад в 104 микрорайоне этого района Новобелецкого. Сейчас вот этот 45-й детский сад. Ну, здесь было проще, потому что это был типовой детский сад, который в свое время был перепрофилирован, а теперь, в принципе, с небольшими довольно затратами все это вернулось на круги своя. В целом по городу мест дошкольных учреждений хватает. Но это как раз температура средняя по больнице. На самом деле в отдельных микрорайонах, в первую очередь в микрорайонах новостройках, есть дефицит. И, конечно, все ближайшие годы мы вместе с руководством Белосполкома, такое решение уже принято, будем усилия направлять именно на решение этой проблемы. Святочное открытие установа сопровожалася яскравыми номерами. Не обойшлось и без подарунков. Петр Кирыченко уручил загадчику ясли садка грошовый сертификат на 2500 рублей для набытия спортивного и гульнового обсталевания. Перерезанная стужка и аплодисменты шановные гости накировалися на гляд обновленного дитячего садка. До видома вся мебля белорусской вытворчести, у Сталеваны сучасное аудио и видеотехничные сродки у музычной зале мается весь необходимый спортивный инвентар. Уличные плясовки оснащены горками, орелями, песочницами. Тут же створена специальная зона для навыкания детей правилам дорожного руху. Нам завезена посуда, столовые приборы, постельное белье, мягкий инвентарь, производственное оборудование, детская игровая мебель. Открытие нашего детского сада дает возможность около 30 рабочих мест. На территории расположены площадки для всех возрастных групп с теневыми навесами. Усяго зараз у Гомеля працует 129 дошкольных установ. Сюлята их выхованцами станут 24 300 детей. Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, отеля, радует компания «Гомель». Фудкорты, майстры-классы, дегустации и многое иншее. Первый в Гомельской области мясомолочный фестиваль пройдет в Гомеле в день города 14 вересня. Место проведения свята плясовка «Каля-Лядового палаца». Вытворцы мясной и молочной продукции региона пропонуют гомельчанам десятки разных локаций и активностей. У их лику фотозоны, гульнявые плясовки и аквагрым. Профессионалы навучат жадающих кататься на роликах и скейтах. А шеф-повары покажут, как правильно пячут сырники, готовят добрый стейк и иншие популярные стравы. Параллельно будет працовать зона дегустаций. Параллельно с мастер-классом будет проходить дегустация всей продукции, выпускаемой этим предприятием. С правильной подачей. То есть из чего сделано, как сделано. Мясомолочная продукция, она полезна. Просто как она должна быть, как она должна храниться, как ее правильно купить в магазине. С предприятия она выходит всегда в тот же день, как выпущена, и выходит великолепного качества. А дальше что с ней делается? И мы, как покупатели, тоже должны это знать. Нам там тоже это все расскажут. А еще одна локация познайомить гостей с транспортом, який выкрыстовывался у розный час для сбора молока. От обычных вазов до сучасных молоковозов, обсталяванных лабораториями. Суместно с автодилером в этот день организует и автоквест. Улику призов, за какие конкурсанты будут взмагаться, шинка и головка сыра. А кроме того, в гульнях и конкурсах можно будет заработать специальную валюту фестивалю – мясомолкойны, чтобы потом набыть за их продукцию вытворцев региона. Добрый настрой со сцены поднимают творческие коллективы. В тем лику шоу «Алюр», гурты «Дрозды» и дискотека «Авария». Фудкорт будет работать с 10 до 23 годин, активности – до 19. Майстр-класс изменится концертной программой в 16 годин. Финишная промая. Чатвертого кастричника по всей краине почнется одна из наиважнейших кампаний – перепис насельництва. Часу засталося крыху больше, как месяц. Зараз, треба, як кажуть, зверы-дягодинники. С этой нагоды сегодня в Гомере пройшло посаджение Часовой областной комиссии по саденничанию перепису насельництва у режиме видеоконференции. Колькосный состав переписного персонала уже вядомы. Плануется заденничать 1840 человек. Зараз вядется работа по оформлению стационарных участков. Их в регионе 85. Усе будут працовать без перепынков и выходных. Стоит задача расповести про их местознаходжение и режим працы на сайтах выконкамов и у сродках массовой информации. До селетнего нового вядения интернет-перепису уже усе подрыхтовано. Запущенный промо-сайт «Перепись Белл». На им размещены информации о минулых переписах и отлик часу до початку этой кампании. Скористаться сервисом по призначению можно будет с четвертого по восемнадцатого костричника. Каждый человек с мобильного устройства, планшета, телефона, либо с персонального компьютера сможет войти на эту страничку, зарегистрироваться, получить код СМС, ну и пройти перепись. Что достаточно удобно, если человек не хочет, чтобы, например, к нему приходили домой, либо у него нет времени ожидать переписчика, либо нет времени посетить стационарный переписной участок. После закрытия интернет-перепису «Белстат» берет два дни на корректировку списов. Из 21-го костричника в кампанию включаются переписчики. Им необходимо будет обойти население по месту жихарства. Тем временем стационарные участки будут работать на протяжении всей переписной кампании с четвертого по тридцатого костричника. На передании нового научного года традиционно проводятся жнивенские педагогические читания. В Мазырском музычном колледже сегодня прошел областный совет директоров научных установок культуры и мастерства. На значное мероприемство, где подводят выники и будут планы на будущее, собрались представители всех районов. Подробности у наших коллег из Мазыра. Развить им кнение до пригожого, допомогти реализовать творческие здольности, раскрыть талент, вырастить тех, кто потом прославить майстерством свою малую родиму. Беларусь заховала академичную, трехступенчатую систему мастерской и музычной адукации. Научение ведется поступально, начиная с детских школ мастерства и заканчивая высшими новочными установами. На территории Хомельской области сетка установ подшатковой мастерской адукации, включая 60 школ. За пять опошних годов выросла цикавость до выявленного, хореографического, эстрадного и театрального направлений. Колькость ученых постоянно повеличивается. В этом научном году их больше, чем 18 тысяч. Нельзя сегодня не отметить то, какое важное значение имеет выполнение поручения нашего президента по музыкальным инструментам. И уже сегодня из тех 45 музыкальных инструментов, которые будут переданы в Гомельскую область, 10 уже пришли в Гомельскую область. И они уже есть у нас в колледже имени Соколовского, кстати, в Мозорском районе, в Гомельском районе, в городе Гомель. И мы очень этому рады. Если есть такое внимание на таком высоком уровне, как президента нашей страны, то, наверное, наша самая главная задача – это, конечно же, чтобы были выпускники школ, выпускники колледжей, которые будут прославлять нашу Беларусь своим искусством. Одно из важных питаний – умоцование материальной базы установ. В 2018 году Брахинская школа Мастатства переехала в новое помешкание. А в этом вересне у отраматованных будинок придут наученцы и наставники Петриковской школы Мастатства. Замечательно то, что в этом году мы распределили всех своих выпускников наших колледжей. У нас стопроцентное распределение ежегодно. У нас сделан и выполнен план набора средние специальные учреждения. В среднем по области у нас конкурс составил 1,7 человек на место. Самый большой конкурс у нас был на специальности дизайн на бюджетные места. Это 4,5 человека на место, на живопись 3,5 человека на место, на хореографию 2 человека на место. В общем, мы очень довольны своими результатами. Вучить выдатному повинны соправданные профессионалы. Кадровая политика у прайоритета. У детячих школах Мастатства у Хомельской области больше 50% наставников мают высшейшую адукацию. Все лето коллективы пополнили больше 150 молодых специалистов. У их лику и былые выхованцы установ. Виктория Синицкая, Юрий Горобец. Телеканал Мазыр специально для телерадио компании «Гомель». У «Гомельчан» есть мягчимость познайомиться с богатой и самобытной культурой Кореи. Завтра у областных центров стартуют дни корейского кино. На протягу трех дней у кинотеатра «Мир» представить три разноплановые стушки. Открыть фестиваль драматичная комедия «Маленький лес», якая расскажет про девчину, якая за тяжкостями у особистых и профессиональных жителей выращаетесь ехать в вёску. Там я на пасаправдному отчуваюся безсвободной и счастливой. Биографичный фильм «Дон Джу. Портрет поэта» заснованный на истории життя вядомого корейского поэта, який у годы Другой Сусветной войны был схопленный японской полицией и названный членом корейского подполя. Одинной отдушиной для юнака становится поэзия. Он створяет сотни творов у надеи, что люди доведуются про их. Завершить фестиваль анимационный фильм «Дорога под назвой «Життё», який складается строгие истории, заснованных на корейских народных оповяданьях. Головные герои – звычайные люди, якие умеют бачить светло у полной темры. На открытии джон корейского кино будет присутничать надзвычайный полномочный посол Республики Корея у Республицы Беларусь Тхэ Джун Ёль. Початок сеанса у 18-х один у выход вольны. Сквозь призму объектива у областной библиотецы имя Ленина открылася выстава советских фотоаппаратов с приватной коллекцией Александра Алексейчика. И она наличивает больше, как 200 предметов. На ведвольнике могут убачить раритетные и винтажные фотоаппараты и объективы початку и середины 20-го стагодзя, а так само пристасовании для выработки и проявки фотосдымков. У экспозиции так само старые фотографии и паштовки, колись выработанные в фотосалонах. А аматорам друкованной продукции будут цікавые аутентичные часописы с фотосдымками и книги с фамильной коллекцией князю Паскевичау. Почас открытия выставы коллекционер знайом и у гостей с историей раритетау. Этот аппарат примечателен тем, что он был выпущен на Минском заводе имени Вавилова в год полета Валентины Черешковой в космос. И, соответственно, поскольку у нее был позывной «Чайка», аппарат назвали «Чайка». Их есть три или четыре модификации. «Чайка», «Чайка-2», «Чайка-2М», «Чайка-3». Это и так само иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» в студии Анна Карачук. Здравствуйте. Необычная находка в огороде. Житель деревни Старая Лутава Луевского района на своем приусадебном участке нашел боеприпасы. Тут же набрал номер оперативно-дежурной службы районного отдела внутренних дел. На место выехали сотрудники милиции. Прибывшие специалисты саперно-пиротической группы извлекли из земли 4 артиллерийских снаряда 45 мм и гранату F-1 времен Великой Отечественной войны без взрывателей. Изъятый арсенал вывезли на специальный полигон и уничтожили. Мозорский райотдел Следственного комитета завершил расследование серии «Краш», которые совершала безработная жительница Калинковичей. На ее счету, по версии следствия, 8 хищений, которые проходили в период с апреля по май нынешнего года. В магазинах женщина подходила вплотную к посетительницам и незаметно доставала из сумок кошельки. Общий ущерб составил более тысячи рублей. Обвиняемая заключена под стражу. К слову, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели вальщика леса. Трагедия произошла в Рогачевском районе вблизи деревни Дубрава. По предварительной информации, во время проведения работ на одного из сотрудников упало дерево. 39-летний мужчина погиб. Все обстоятельства ЧП сейчас выясняются. Пьяный бесправник протаранил автомобиль ГАИ. Столкновение со служебным автомобилем произошло в поселке Янтарный Гомельского района. Во время несения службы один из инспекторов обратил внимание на движущийся мопед без регистрационных знаков. Поводом для остановки также стало отсутствие водителя шлема. Правда, на требования сотрудников ГАИ он не отреагировал. Через некоторое время после непродолжительного преследования водитель все же стал снижать скорость. Наряд ДПС обогнал мопед и остановился для задержания нарушителя. Однако тот продолжил движение и совершил наезд на патрульный автомобиль. Нарушителем оказался 22-летний молодой человек, житель Гомельского района. Он не имел водительского удостоверения, никогда его не получал. Находился в нетрезвом состоянии. Освидетельствование показало, что в его крови более 1,8 промилля алкоголя. За вчерашний день в отношении него составлено 7 административных протоколов. А в Жлобинском районе в результате ДТП пострадал не только автомобиль, но и пассажиры. Неопытный водитель со стажем вождения всего один месяц, двигаясь по автодороге Минск-Гомель, не справился с управлением. Машину выбросило в кювет, где она перевернулась. Двое попутчиков водителя пострадали. С травмами они доставлены в Жлобинскую ЦРБ. Таков обзор происшествий на сегодня. Берегите себя и своих близких. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В субботу, 31 августа, стартует чемпионат Беларуси по гонболу среди женских команд. Гонбольный клуб «Гомель» первый поединок проведет на домашнем паркете соперник Витебчанка. Своеобразный итог под предсезонной подготовкой женской команды подвел международный турнир «Звезда Гонбол Кап», который завершился в российском Звенигороде. «Гомельские девушки» заняли третье место. На оценку игре своих подопечных в России предсезонки в целом дал главком команды Томаш Чатар. На последнем турнире в России, который был очень сильный турнир по качеству игроков, по организации, все очень классно, очень довольны, как играли с этим сильным соперником. Чемпионат начинается уже в субботу. Новый чемпионат в Беларуси. И, в принципе, готовы. Есть еще новые работы, но все равно можно играть. Поединок между «Гомелем» и Витебчанкой пройдет на паркете Дворца игровых видов спорта. Начало в 16.00. Клуб по хоккею на траве «Гомель» продолжает подготовку к чемпионату Беларуси среди мужских команд, который начнется в конце августа. Особенность «Гомельской» дружины в том, что все игроки – местные воспитанники. В чемпионатах Беларуси клуб выступает с 2012 года. За семь сезонов команда пять раз поднималась на третью ступень пьедестала почета. Последние четыре года «Гомельчане» всегда в призерах. Сделать шаг на ступень выше мешает одно – «Гомель» – клуб любительский. Бороться на равных с профессиональными командами – брестским строителем и хоккейным клубом «Минск» непросто. Между тем, «Гомельчане» далеко не статисты. В составе есть игроки национальной команды различных возрастов. На сегодняшний день у нас с нашей командой в Ю-16 двое ребят, молодежное – трое. И в национальной команде Республики Беларусь у нас три игрока. В «Ротаре» – два полевых игрока. То есть это единственный случай, наверное, в Республике Беларусь, когда любительский клуб в национальную команду поставляет игроков. И они там не на последних ролях. Решать организационные вопросы клубу помогает городская организация Белорусской Федерации хоккея на траве. Игроков поставляет с дюшер номер один. Сейчас в спортшколе на отделении этого вида спорта занимается более сотни детей. Лучше пополняют ряды клуба. Причем двери открыты для каждого. Главное – демонстрировать результат. Молодость – отличительная черта гомельской дружины. Вместе с опытными игроками выступают и 15-летние хоккеисты. Такое тесное взаимодействие выгодно и для школы, и для клуба. Есть опыт, и соревновательный процесс. Есть соревновательный процесс. И чем более сильнейшая команда ты на площадке играешь, тем проще тебе потом выступать в первенствах. Это все-таки опыт, это мастерство. Там тоже есть именитые спортсмены, которые где-то что-то можно подсмотреть, где-то показать свою силу, свое умение, свои навыки. В чемпионате Беларуси по хоккею на траве участвуют шесть мужских команд. Схема проведения – осень-весна. На осень 2019-го состоится первый этап. Решающие поединки, а также плей-офф запланированы на май 2020-го. Задача Гомеля – повторить результат последних лет и стать бронзовым призером. О большем пока только мечтают. Без перехода в число профессиональных команд бороться за верхние строчки таблицы почти невозможно. Маргарита Василевская стала бронзовым призером чемпионата Беларуси по троеборью конного спорта, который завершился в Ратамке. Гомельчанка показала третий результат в программе «Легкий класс». Параллельно в Бресте проходило первенство Беларуси по конкуру среди юниоров. Тут воспитанники областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта собрали богатый медальный урожай. В командном зачете Мария Муравьева и Карина Лукинович заняли второе место. В личных состязаниях Муравьева стала победительницей на маршруте с высотой препятствий полтора метра. На маршруте 135 сантиметров спортсменка выиграла бронзу. У Карины Лукинович в личном зачете одно серебро. На маршруте с высотой препятствий 130 сантиметров. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Субтитры создавал DimaTorzok